Вы знаете, та история, которая относится к местному управлению города, я делился этой историей в нескольких местах, и они делали то же самое. И удивительные результаты происходили, что Бог может сделать. Вам необходима определенная часть смелости, но попросите Господа, чтобы действовать по Его инструкции. Нам не нужно копировать кого-то или что-то. Но мы можем использовать что-то другим образом. Очень важно молиться верою и доверять Ему. Не то, что мы можем сделать, но что Он может сделать. Видите ли, вопрос не в нас. Не во мне, что я такой уж духовный, что я могу сделать все это. Но вопрос заключается в Нем, который меня вот так подбрасывает. И я это делаю. И быть Его послушным. Быть Ему послушным. И я верю, в то время, когда мы это будем делать, когда мы не позволим, чтобы смущал нас мир, остановить, чтобы страх не подходил к нам, и повернуться к Господу, и слушать Его, что Он на самом деле будет делать великие дела. Бог может делать сверх. Сверх того, что ты можешь даже представить. Бог может сделать намного больше. Я хочу, чтобы вы это помнили. Потому что я верю, что Церковь, она смущается. Но нам нужна смелость. Когда Джошуа был готов к Проверанной земле. И, конечно, я думаю, предполагаю, что Он волновался. И вот он встречает Ангела. И Ангел говорит, будь смелый, будь крепкий. Может быть, сегодня я этот Ангел для вас. Я говорю вам, будь смел и мужествен. Делай великие дела для Бога. Аминь. Молитвы открывают двери. Для спасения. Деяния апостолов. Вторая глава, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов. В общении и преломлении хлеба. И в молитвах. Они были верны. Они верны. У нас написано постоянно, а в оригинале написано, что верно. Лиса и я, мы вместе молимся каждое утро. Минимум час. Мы вместе молимся. И я хочу вам рекомендовать. Для каждой пары. Молиться вместе. И вы увидите удивительные вещи, будут происходить в вас. Иногда бывает такое, что мы где-то два-три часа молимся. Просто принимаем от Господа. Мы делимся друг с другом. И наш союз укрепляется еще сильнее. Я верю в такие молитвы. Мы молимся друг за друга. Мы молимся за наших детей. Мы молимся за наших внуков. И мы видим, что Господь делает в нашем доме. У нашей внучки, ее зовут Адая. У нее проблемы с моторикой в теле. Она не может хорошо ходить. Она, в принципе, ходит нормально, но она очень легко может потерять баланс. И она намного медленнее, чем все другие дети. И мы молились за нее. И до сих пор Бог еще не исцелил ее. Но Бог дал ей смелость. Директор со школы сказала, там, где она учится. Она позвонила моей дочери. И она говорит, что мы удивлены, что Адая, она такая сильная. Она такая сильная в вере в Бога. Она говорит другим детям в классе о Боге. Недавно она даже говорила Слово всей школе. Она проповедовала Евангелие всей школе. Ей 13 сейчас. В то время, когда мы молимся за наши семьи, за наших детей, Бог может делать великие вещи. Никогда не сдавайтесь. Наши двое внуков, которые живут в Бразилии. Хадасе 15. И Боазу 13. И в Рио-де-Жанейро есть такие места на возвышенности, там, где самые бедные люди живут. И там, где самые преступные группировки, скопления находятся. Их называют флавеллами. Я там был. Вы идете там, и вы видите ребят, которые носят калашниковы. И вот эти молодые наши внуки работают с организацией молодежи с миссией. И они евангелизируют фаверы там. Молитесь. Это открывает двери. Открывает двери для ваших детей. Открывает двери для спасения. Верно молиться. Постоянно молиться. В Деянии 2, глава 47 стих. Что происходит, потому что это мы делаем? Они хвалили Бога. И они находились в любви у всего народа. В оригинале написано, в уважении всего народа. День за днем. День за днем. И Господь ежедневно прилагал спасенных к церкви. Когда мы молимся, я верю, что Бог начнет прибавлять в эту общину, в этот город. Тех, которые верят, кто поверит, будете верить со мной, что Бог может делать великие дела намного больше, чем мы можем себе представить. Когда мы будем молиться, двери будут открываться. Как вы выходите, как вам выйти из плена, из тюрьмы? Скажите, что нужно сделать для того, чтобы выйти из тюрьмы? Я хочу выйти из тюрьмы. Как мне выйти? You need to praise the Lord. Okay. Yeah. Most people say you need a file or you need to dig a tunnel. Многие люди говорят, ну, вам нужно туннель прорыть, вам нужен огонь, чтобы сошел с неба. Но Павел и Сила, они были в тюрьме. Узниками были. Ну, конечно, не была тюрьма хорошая. И они начали поклоняться и прославлять Бога в ночи. И Бог сделал землетрясение, и все, они вышли. Двери открылись. Вот это я понимаю. Я, конечно, понимаю землетрясение и такие вот, ну, так я понимаю. Но у них эти цепи разорвались. Как? Я думаю, что пришли ангелы. Итак, пиум. Бог действует через наши молитвы. Молитвы открывают двери для чудес. Деяния апостола, 12 глава, 5 и 7 стих. Есть еще одна такая сценка тюремная. Итак, Петр, Петра стерегли в темнице. Но в то время Церковь Божья прилежно молилась о Нем Богу. Это вот все мессианское общество того времени молилось. И что случилось? Когда же Ирод хотел вывести Его в ту ночь, послушайте внимательно, Петр спал между двумя воинами. Он был скован двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу. И они наблюдали за всей тюрьмой. И вот внезапно ангел Господний предстал, и свет осиял темницу. И знаете, что произошло? Петр спал очень глубоко. Это все происходило, когда он спал. И ангел подходит и толкнул в бок Петра. Иди, следуй за Мной. И цепи упали с рук Его. И вот эти цепи, они продолжают падать. Хотите, чтобы ваши цепи падали? Начните молиться. Многие из нас или кто-то из нас все еще в цепях. По одной причине или другой. Разные причины бывают. Ну, конечно же, вы знаете продолжение этой истории. Ангел выпустил его и просто выпустил на улицу. А Петр смотрит вокруг и думает, что же происходит? И он говорит, я еще практически сплю с просонья. И он пошел в дом, там, где стражник находил, а там, где верующие были. И слуга вышел, открывает маленькую такую защелку. Петр! И открывает двери. И вот он идет вовнутрь. И слуга побежал вовнутрь и говорит, Петр здесь, Петр, Петр здесь. А они говорят, тебе показалось. Это, наверное, ангел. Почитайте, если вы не верите, почитайте. Так было. Помните, да? Кто читал? Они открыли двери потом. И Петр зашел. А почему они так удивились? Они же молились. Не похожи на вас и на нас? Мы можем молиться, и Бог делает. А мы думаем, ну невозможно, это не может быть. Это невозможно. Но это возможно. Нам необходимо верить. Нам необходимо молиться за мудрость, чтобы Бог помогал нам видеть. Помните историю о Элисея? Да. Он был в городе, где Элайджа или Элайша? Элисей. Когда город окружили. И слуга пошел утром. Тоже немножко так с просонья. Смотрит, а там солдаты. И говорит, идет назад. Элиша, мы в проблеме. Мы окружены солдатами. Что нам делать сейчас, Илья? Все, они нас убьют сейчас. А Илья говорит, иди сюда, сынок. Господь, открой его глаза. Армия Божья. Там армия колесницы Божья. Иногда нам нужно молиться так, что Господь, открой мои глаза, чтобы я увидел то, что Ты делаешь. Верьте мудрости. Яков 1, 5-6 стих. Итак, если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упроков, и дастся ему. Но просит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающие подобно морской волне, ветром поднимаемой и развеиваемой. Мы знаем эти тексты, правда? Я не думаю, что мы... это что-то новое для нас. Вопрос, практикуем ли мы этот текст. Бог готов давать. Он обильно. Больше, чем мы ожидаем, чем мы просим. Но мы должны доверять Ему, что Он будет делать то, что Он говорит, делать. И это ключи, которые нам нужны. И эти ключи называются доверие. Нам необходима мудрость в это время. Мудрость и различие. Различать, умение различать. Нам необходимо уметь различать, что правильно или неправильно. И просить Бога мудрости действовать в правильном направлении. И что Он будет делать через наши молитвы. Если у вас недостает смелости, просите у Бога, и Он даст вам. Деяние 4 глава. 29-й и 30-й стих. Апостолы пристали перед Синедрионом. И с них спрашивали. Синедрион на то время это было как управление, государственное управление среди еврейского народа. Римляне были там. Но Римляне были в то время, но Синедрион это была власть еврейского народа. И они собрали учеников, апостолы говорят, вам не разрешается проповедовать и не говорить о Ишуа. Если вы это сделаете, мы вас побьем. И что они сделали? И вот что там написано. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Ишуа. И каким-то образом мы почти мы в такой же самой позиции сегодня. Потому что управление и государство сегодня говорят, вы не можете собираться. Вы сейчас превосходите вообще все вот эти вот ограничения, которые мы имеем в Финляндии. У нас сегодня максимум можно собираться 20 человек. Они пытаются лимитировать то, что мы делаем. А вопрос, кого мы будем слушаться? Будем слушаться их? Или будем спрашивать Бога, что нам делать? И будем ли мы делать то, что Он просит нас делать? Я думаю, что нам необходимо слушать Господа. Нам необходима эта смелость, и мы потом увидим следующее, что Бог протянет свою руку и Он будет исцелять. Он будет делать чудеса и знамения и чудеса через Свой народ. Вот такие молитвы нам нужны. Такие же молитвы, как апостолы молились. молиться о силе и власти, чтобы было высвождено и чтобы Бог делал великое. Он готов. вопрос, а мы готовы? А мы готовы действовать в силе и действовать и в Его власти? Мы всегда должны молиться с молитвой и с намерением, ну, определением и верить, что Господь будет делать великое через нас и через те, которые молятся за нас. Вот я здесь сейчас, и вы знаете, где-то 50 человек на данный момент молятся за меня за это время, пока я здесь, что Бог будет делать великое здесь. Некоторые из них очень сильные молитвенники. И я верю, что Бог будет действовать через их молитвы. И в то время, когда мы будем молиться вместе, и в то время, когда они молятся, я верю, что Бог будет действовать и делать великое. И если мы хотим видеть результаты, нам всегда нужно молиться. молиться в соответствии с волей Божьей. Помните, как Ишуа молился. Не моя воля, но Твоя воля дозбудется. Нам необходимо иметь эту коммуникацию, что Бог хочет, и тогда действовать в этой воле Его. Матвея 21, 21-22 стих. И Ишуа сказал им, истинно, истинно, говорю вам, что если вы будете иметь веру и не усомнитесь, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано с смоковницей, но если и горейся и скажете, поднимись и вергнись в море, будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите. вы получите. Он обещал. Он обещал слышать нас, когда мы будем просить у Его. У меня сейчас есть вот этот момент ожидания, что Бог хочет прикоснуться. Есть вещи, о которых мы должны молиться. И я хочу попросить вас, что вы хотите видеть, чтобы случилось? Какие вы хотите двери, чтобы были открыты? Какие вы хотите двери, чтобы были закрыты в это время? Можем мы все вместе вот проговорить какое-то время? А теперь это у вас сейчас. Что вы хотите? So the healing will come. Исцеление. Salvation. Говорите вслух. дизорация. Providence. Or provision. Provision. Yes. Deliverance. Deliverance. Different addictions. Financial. Financial breakthrough. Financial breakthrough. Гайданс. Человек, которые будут служить Богу. Что, все? Или это три человека? Пис. Пис, да. Могу предложить что-то? Что-то, что мы тоже прожили. О чем мы молимся тоже? Мы молимся о потерянных сынах и дочерях. Те, которые знали Господа. И те, которые сейчас не ходят с Господом. Есть пастыря, которые собираются вместе, и мы молимся за всю Финляндию. И вот в одной из молитв вот этот вопрос поднялся. И некоторые люди, они почитали, что, если бы все сыновья и дочери, которые потеряны, вернулись, те, которые знали Господа, одна и разной причины, по которым они отошли, что, если бы они все вернулись, финская церковь, она удвоилась. Бы. Я не знаю, как бы здесь это было. Но я верю, что мы могли бы молиться. Давайте сейчас проведем какое-то время в молитве. И если кто-то из вас хочет, чувствует, что вы хотите повести нас в молитву, поднимите голос там, где вы находитесь, а мы все согласимся с вами. Давайте помолимся. Давайте будем молиться, что Бог будет делать великое. Хорошо? Я думаю, что это очень хорошее время использовать сейчас, чтобы молиться.